ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ А на поверхность всплыло то, что обычно на поверхности пруда плавает и никогда не тонет. Я о том социологическом опросе, который сейчас многие обсуждают, в Киеве, в целом по Украине, кого люди хотят видеть в парламенте местном городском, киевском, на посту городского головы. И вот об этом мы с Алексеем Валерьевичем Журавкой говорим прямо сейчас. Валерич, приветствую. Привет. Конечно же, печальные социологические данные. Конечно же, я им не верю. Потому что это связано с тем, что произошел, во-первых, государственный переворот. Во-вторых, это связано с тем, что радикалы. В-третьих, репрессивная машина, свое дело сделано. Протестующий электорат на сегодняшний день грамотный. Он не выходит. Боится, во-первых, за свою жизнь. Во-вторых, понимает, что в такой среде он ничего не сможет сделать. Ну и давай будем говорить. Выборы Зеленского все сказали. Ну если по сути говорить. 73% за мир. За то, что мы типа не туда идем. Все обещания, они сегодня, ну можно сказать, вылились в разочарование. И это факт. Второе, это то, что сегодня выдавили инакомыслящих людей, которые так не думают. Третий фактор. Это, ну будем говорить так, смещение произошло. Равульо заехало в Киев. Четвертый фактор. Это когда Порошенко на фоне того, что происходит, берет реванш. Реванш связан с тем, что у него позиция более четкая. Он своих не бросает. Он своих всех, когда что-то происходит, объединяет. А это радикальные силы, да? Как-никак, печально, парадоксально, Кличко Киев угробил. Но он же свой. Понимаешь? И это все со многими вещами связано. Для того, чтобы побеждать такую всю свору и банду, нужно работать. А не надеяться на соц.какие-то опросы. Я в шоке от того, что я увидел, что ОПЗЖ так упало в Киеве. Он-то и раньше такой для партии регионов был, ну будем говорить, тяжелый. Но, тем не менее, мы там лидировали. Как бы там ни происходило. Ну, в те бытности, если взять. Потому что работали. А сейчас работать некому. И, грубо говоря, люди сегодня думают так. Мы уже не хотим никаких перемен. Пусть лучше этот боксер будет. Но уже хватит перемен. То есть люди во всем разочаровались. Надежду у них отобрали. Поэтому вот такие вещи и происходят. Нету сегодня, это месяц назад я вам говорил, нету сегодня в Украине той силы, которая бы смогла победить. Отсутствует фактор работы. Отсутствует фактор постоянности. Отсутствует фактор справедливого, честного слова. И мы получаем результат. Понимаешь, людей нужно вокруг чего-то объединять. Справедливого, здорового, качественного. И надо объединять. Сегодня в Украине таких лидеров нету. Как бы вы там ни хотели. Они все выбиты, как ты сказал. Поэтому это может только родиться в свыне. Все революции начинаются в странах свыне. С помощи кого-то. А так там ничего не будет. Они могут дойти до новой революции. До нового предела. Но это уже кровь, радикалы внутри. Вот и все. А чтобы политически кого-то поменять. И чтобы люди голос свой в урну положили правильно. Это невозможно сегодня. Невозможно. И в итоге это еще раз показывает. На фоне этих соцопросов. Что Украина отделяется все дальше и дальше. От своих братских народов. Это и показывает. Что Украина фашизируется. Что Украина все больше и больше становится вролом по отношению к России. Как бы ни хотели. Это отсутствие работы. Это то, как мы с тобой по телеграм-каналу обсуждали. Что здесь тоже дебилов хватает. И телеграм-канал это мусорная помойная яма. Я этого не скрываю. Поэтому я сегмент свой выделяю. И не лезу ни в какие дрязги. Не выясняю у кого какая попа. Кто в каких трусах ходит. Вот это то же самое. Это Киев. То есть есть на чем приводить. Поэтому и там лидеры они находятся. И там. Есть лидеры новостные. Те, которые новости печатают. Своё мнение. И ни шагу ни влево. Ни вправо. И определяют люди. Кто прав. Кто неправо. Понимаешь. И идут за тем кто прав. А здесь в данный момент. Такая самая ситуация в Херсоне. Такая самая ситуация в Николаеве. Такая самая ситуация и в Одессе. Понимаешь. Я думаю что произойдет все гораздо страшнее. Сложнее. Я думаю вот из-за таких соцопросов. Из-за такого неуважения людей. Украина расколется. Это показатели. Просто в них никто не вдумывается. Это игра наперска. Понимаешь. Круче Кличка нет никого. Да дебил он. Вот и все. Этот Кличко. Да. Намного ведь оказалось проще. Не поднимать уровень интеллектуального развития общества. До уровня лидеров и руководителей. И ставить действительно грамотных толковых руководителей. А дебилизировать народ за туркой до такой степени. Чтоб они не видели ничего странного. В Кличко. В других там этих всяких сотниках. Поросюках. В Зеленском клоуне. И люди в общем-то их опустили искусственно. Да. Под шконку загнали. И они из-под этой шконки смотрят на этих вот динатуратов. И кажется они им вполне такими нормальными пацанами. А что можно сделать, когда школы уничтожаются? Профессионалы, учителя, можно сказать, выгоняются. Ну что можно сказать? Легче-то управлять дурачком. Да. Стадом. Вот они к этому привели. То есть вот это и есть тот показатель, что Украина деградирует. Понимаешь? Это и есть тот показатель, что умных людей становится все меньше и меньше. Просто к этим соцопросам надо серьезно подходить. Надо подходить очень серьезно к тому, что происходит в Украине. Ведь фактически это показатель, что идет рост пушечного мяса. Хотим мы не хотим. Тем более давай на фоне того, что Европа все плотнее и плотнее закрывается. Ну от, на сегодняшний день, Украины. Используя там коронавирус. Хотя я знаю прекрасно, что не только это коронавирус связан. Это экономические факторы связаны. Это связаны сегодня внутренние инвестиционные проблемы в Евросоюзе. Понимаешь? Они продолжают дальше быковать. Не хотят снимать эти санкции против России. И так далее. Поэтому в данный момент идет отторжение того общества, которое было на заработок. Вот представь себе, это общество сейчас начнет возвращаться в Украину. Они плюс еще и в Россию не могут выехать, так как Украина продолжает закрытые границы держать. Ты представляешь себе, какая там гремучая смесь будет. Ты что думаешь, эти люди пойдут голосовать? Эти люди не пойдут голосовать. Эти люди пойдут искать работу. Потому что им надо семьи кормить. Вообще-то это будут самые грязные выборы местные. И к добру они не приведут. Понимаешь? Поэтому в данный момент я считаю, и моя точка зрения такая, что нужно здесь уже в России принимать решение и заканчивать с этим бедламом весь этот бред сумасшедший. И эту черную сказку, и сон этот черный. Иначе еще пять лет, и пойми правильно, вот эта вся стена дерьма, как ты называешь, психически неадекватных людей, необразованных, а это поколение одно ушло, теперь второе ушло. Оно все скажется на нас. Вот здесь, в России, в Беларуси. И как бы там ни говорили, я почему беру вот так рук. Та же самая Беларусь сегодня. Войдоты там поднимает. Дай бог, чтобы он справился, и этой революции не случилось, я молю этого. Но если дальше продолжить, это все скажется и на Беларуси. Понимаешь? Мы все взаимосвязаны. Границы рядом. Строи ты стену, не строй. Киев рядом находится. Москва рядом находится. Понимаешь? Если уже сегодня современная технология позволяет, ракета там в течение, допустим, 10 минут долетает с Москвы до Киева, с Киева до Москвы долетает. Ну и о переносном смысле долетает. Но считаешь, это же Киев рядом. Так что мы творим? Понимаешь? Мы просто потихоньку приходим к тому, что это все скажется. Вот оно по большому счету и сказывается. Вот это результаты этого Майдана. Полная дегенерация. Ну тогда, Валерий Ильич, по-твоему, выходит, что нас ожидают после срочных местных выборов, досрочные президентские и парламентские, и триумфальное возвращение человека в черных перчатках, Петра Порошенко, похудевшего. Если так дальше будет динамика идти, то мы к этому и вернемся. Потому что Зеленский и его шобла, оно же ничего не принесло хорошего. Оно наклепало. Поэтому сейчас люди как сравнивают на фоне сегодняшнего. Порошенко-то был самый, да, наилучший. Они что, понимаешь, информативно закрытые на сегодняшний день в кубышке, назовем так, в консервной банке. Они не видят, что происходит в Крыму. Они не видят, что происходит в России. Понимаешь, граница закрыта из-за этого типа коронавируса. И сравнивать не с чем, понимаешь. Хотя, допустим, украинцы хотят большую часть поехать в Крым. Но они не могут. Не могут. И сравнить не с чем. Поездов нет. Это то, о чем я всегда говорю. Закрываться нельзя. Мы делаем ошибку большую. Вот это и есть наша трагедия. А теперь представь себе, вот на минутку, делает этот слезняк Петр Порошенко реванш. Допустим. Понимает, что до досрочных выборов далеко, это если прогнозировать. Он что про себя думает? Если он выигрывает центр Украины, можно сказать, Киев. Если он берет депутатов. И на местных советах у него рейтинг везде пошел. Ему надо ждать, как-то двигаться. Успеть на этой активной волне что-то сделать. Либо досрочные выборы в парламент. Либо досрочные выборы создать условия такие, что Зеленский вахнется и сам пойдет в отставку. Либо государственный переворот. Это мы потом будем думать о легализации, грубо говоря. Так как они 14-й год легализировали с помощью, будем говорить, бандеровских сателлитов и американцев. А мы фактически это не признали. Вот все тут говорят, Путин признал, Путин признал. Нет, он не признал. Есть ситуация, когда нужно сдерживать и найти понимание. Между этим и вторым правильно надо пройти этот процесс. Если он не будет правильно пройденный, будет та же самая ошибка. Понимаешь? Везде надо правильно вычислять, понимать и так далее. Здесь такая самая ситуация. Порошенко, враг он достойный. И считаться с ним нельзя. Можно его дебилом, бубуином называть. Можно отморозком, вором считать. Он сам по себе такой человек, как хотите. Но он умный человек. Я его никогда не считал дураком. Он убийца. Он военный преступник. Он мародер. Он должен за это осидеть. Но то, как он сегодня выставляет ситуацию и превращает все это в свою сторону и в положительную динамику, он красавец. Потому что он понимает, что там дебилы. Вторая у него площадка какая самая основная. И это правильно. У него все люди остались на местах. Они перевертыши остались. А не еще как-то. Но он и понимает, если беда к нему стучится в дом, надо объединяться. Поэтому Кличко у него обратно будет союзником. Поверьте мне. Вот этот процесс деградации, он уничтожает нормальных людей, думающих. Как правило, думающие люди на сегодняшний день, и которые могут работать, созидать, они не военные. Они не идут в окопы. Они не идут воевать или за свой голос отстаивать. Они только тогда могут пойти, когда будет лидер. Революция 17-го года показала. Да. Алексей Валерьевич, время, к сожалению, наше закончилось. Но вот какая беда. Казалось, жесткий, злой, практически диктатор Порошенко. Люди скулили и решили проголосовать за веселого, доброго, хорошего царя. Пришел Вовка, либертарианец, и народ скулит, и говорит уже, потихонечку я слышу эти голоса, Порошенко придет, порядок наведет. То есть, вот даже сволочь, но с такой твердой рукой, с кулаком, эта сволочь сегодня оказалась для переформатированных украинцев востребована. Потому что, опять-таки, на без птичьей и попа соловей. Вот и будет этот Соловей Алексеевич петь старую песню о главном по новой. И я так предполагаю, что это случится уже очень и очень скоро. Сергей, можно предполагать все, что хочешь в данный момент, но конечный результат будет очень для Украины грустный. Мне, конечно же, жалко об этом говорить, но он был бы еще скоропостижней и грустнее, если бы не помощь той же самой России и не Европы. Давным-давно бы уже Украина развалилась и давным-давно большая часть Украины была бы уже в составе Российской Федерации. Поверь мне, есть сдерживающие факторы, которые на сегодняшний день не дают ей еще пока развалиться. Ну, а России сегодня невыгодно разваливать Украину. Вот и все. Спасибо. Валерий Ильич, спасибо огромное и до скорой встречи. Всего доброго, удачи. До свидания. Итак, дорогие друзья, Алексей Журавка был нашим собеседником в этом выпуске. Через несколько минут вернемся и продолжим. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова